Теперь, ну, типа, спрашивает, ну чё, всё, да? Ну всё, да, спасибо. Всё, всё, всё. И следующий номинант на лучшую игру года Байонета 2, блядь. Если дадут Байонете, это вообще пиздец будет. В общем, кон на Брайан, горящую жопу у неё классная, и все шутки на этом построил. Типа, видите мою кнопку, типа, ба-баттон. Непереводимая игра слов, короче. Секретный агент с красивой жопой. В общем, какой-то бездумный слэшер говёный. Я уж не знаю, ребят, если выбирать из того, что я видел, ну, ей-богу, лучше Dragon Age, чем этому, блядь, ну это вообще пиздец. Если выиграет Бионета, то Зуллин обосрется от чести. Не, ну это реально... Я вообще не знаю, ну, типа, я не играл, но, серьёзно, игра вот с таким геймплеем, это хаком слэш, блядь. Хаком слэш вообще, это так же, как, вы знаете, выдвигать на Оскара всякую барашу от Майкла Бея. Какой бы она ни была, красочный, но, блядь, это бред, это не может быть лучшей игрой года, это бездумный хаком слэш. Даже если он клёвый и дико интересный, ну это просто, реально, для меня это непонятно. Это вообще не должно быть в номинациях. Мэтт знает что-нибудь про Fallout 4. Откуда, блядь, чё, в беседке, что ли, работаешь, что-то дурацкий вопрос. В общем, он говорит, что работал над ММОшкой, которая про то, что после 30 лет, после апокалипсиса, люди... В общем, Fallout в будущем, зомби-апокалипсис. В общем, то, что я ванговал ещё в начале этого шоу. Human Element это... ММОшечка про... Зомби-апокалипсис после апокалипсиса. В общем, так я, наверное, сформулирую то, что он сказал. А по сути, это, блядь, игра на движке Rage или Borderlands, которая, пиздец, как похоже и на то, и на другое. Ну вот, типичная пустошь из всех этих игр, и очевидно, что здесь ещё будут и зомби. Лагает, пиздец, даже на выставке 15 фпс выдаёт. Наверное, всё-таки движок от Rage. А может, зомби и не будет, я не знаю. Но то, что это после апокалипсиса, всё это точно. Это я отвечаю. И что это ММО, тоже отвечаю. Посмотрите, педик. Ой-ёй, какая нескриптованная сцена. Да. А, нет, вот и зомби, да. Я не ослышался. Короче, чуваки, ждёт нас новый Borderlands. Похожий на первый. Называться будет Human Element. Я как бы ничего не знал об этом шоу, но предугадал, что такая игра будет. Ну, уже скоро Game of the Year обвалят. И потом будет Imagine Dragons. Imagine Dragons, чуваки. Imagine, нахуй, Dragons. Imagine Dragons! Это повод сидеть до конца, чуваки. Imagine, блять, Dragons. И новый трейлер. Тин. Но в этой игре есть насилие. СССР сделал эту игру. Давным-давно. В далёкой галактике. Все голоса записаны во время настоящего геймплея в онлайне. То есть, сейчас мы... Сейчас мы услышим летсплееров на заднем плане. Так, мы, короче, врываемся на спот и всех хуярим. Ты понял? Да, я понял. У них, типа, есть всякая хуйня, поэтому они нам пизды могут дать. В общем, мы врываемся в портал номер три и хуярим их кэрриеров. По-быстрому. Все поняли? Это я перевожу то, что эти чуваки горят. О, блять, нам что, действительно придётся сражаться с гвардиансами? Да не парься ты. Бля, это будет пиздец, как весело. Расслабься, чувак. Все, начинаем. Через четыре, три, два, один. Торпеды в Доминикс. И они, видимо, залетают в них. Давай, выруби этого хуя. У них даже шлюха есть в тиме. Пиздец. Мэтт, ты не пробовал себя в роли переводчика. Хе-хе-хе, о чём вы? В общем, короче, блять. Чё-то вообще я не понял, о чём игрулька. Видимо, вы в составе Космо Десант. Нет, ну это не Десант, это просто Космо Группа. Это Иву Онлайн, что ли, или что это, блять? Я просто в Иву Онлайн никогда не играл. Я не воеваю, чё это? А, да, это новый аддон для Ив. Да, блин. Я уж думаю, чё за говно показывает, слава богу. В чате тут же появилось. Я просто Ив Онлайн никогда в жизни не видел. Окей. Вопросов больше не имею. Теперь я понимаю, что сейчас происходит. Снимаю любой вопрос, типа. Я реально понять не мог, чё. Какое-то время. Но сейчас понял. Air Control пока не объявляли, ребят, ни в одной из номинаций. Помню целый перевод. Фильм с переводом... Ну, чувак, фильм-то легко перевести. Берёшь сценарий, закидываешь в Google Translate. Я уже перед... Ну, типа, я уже не перевожу их фразы, потому что я понял, что я не понимаю сленга задротов Ив, но они там дико атакуют, блядь, в таргет берут по-жёсткому. У кого-то пердак пригорел, кто-то матом ругается. Давайте, блядь, бомбим нахуй, ебашим их. Давай, блядь, за Россию, блядь. Крым наш, нахуй, сука. Даааа, бляаа. Пиздец, охуенно. 86-й левел. Взят. Ту-ру-ту-ру-ту-ру. Это Ив. Хе-хе-хе. Ну, охуенный трейлер-то. Я, блядь, даже поиграл бы, если бы это не задротское ММО было. Джефф Килли будет нам представлять Игру Года, а потом... Потом... The Imagine Dragons, ребят. Потрясающая была ночь, горит. Спасибо всем за энергию и поддержку. Надеюсь, вам понравится, как мы закончим шоу. И для начала давайте посмотрим на наших пятерых претендентов на Игру Года. Итак, претенденты на Игру Года. Это... Геонетта 2. Dark Souls 2. Слушайте, а... А вот, Dragon Age Inquisition тоже продолжение. Hearthstone. Heroes of Warcraft. Middle Earth. Shadow of Mordor. Да, не густо, ребят, прямо скажем. Прямо скажем, не густо. Hearthstone будет очень смешной пэнт. Если выиграет Hearthstone, реально смешно будет. Dragon Age, наверное, да. Итак, ну-ка, ну-ка. ММОшка с... Синглплеерная выигрывает, ребят, с геями и карликами. То, что нужно. Придется проходить до конца теперь. По мне так... Ну, то, что я видел, больше чем на 6 из 10 не тянет, но... Из того, что здесь было представлено, я не знаю. Ну, Hearthstone это было бы... Выглядело как реально бы издевательство. Блять, люди покупают себе консоль нового поколения, а выигрывает Hearthstone. Shadow of Mordor, ну... Так себе. Байонета вообще пиздец. Dark Souls тоже, ну, типа... Ну, никак не игра года, так что... Ну, GTA, видимо, пятая, это всё-таки в прошлом году относится. Они решили не выносить ремастер, это как новая игру. Ну, типа, блин, GTA 5, ну, на новых консолях, я считаю, что её вполне можно было бы... Но, скорее всего, она в прошлом году просто и так выигрывала эту премию. По сути, это всё-таки та же самая игра, хотя на деле это не так. Ну, в общем, тоже хвалят геймеров. То, что они с нами всё это время. Это была тяжёлая работа над этой игрой. Я очень рад, что он понравился, так же, как и нам, эта игра. И второй чувак. Хочу ещё добавить к тому, что Марк сказал, что я... Ну, типа, своим семьям передаю привет. Своей семье и нашим семьям, разрабов. Всем спасибо. Ну, короче, стандартная, неинтересная речь. Ну, а теперь приветствуем снова на сцене президента Nintendo of America. Реджи снова возвращается. Все дико рады, Реджи, Реджи. Блин, чувак как будто в UFC всю жизнь дрался. Где такого урода-то нашли? Реджи. В общем, его всегда спрашивают про новую игру... ...серии Зельда. На E3 первый кусочек говнеца показали из этой игры. Которая уже разрабатывается. И, типа... Давайте посмотрим ещё раз. Над чем там работают мистер Миямута и мистер... ...якотома. В общем, по-английски они не горят, поэтому... ...их переводят. В общем, смотрите, уже, типа... ...рассвет. Да, значит, мы бежим на запад, горят японцы. Ух ты, как высоко он залез. Да, и мир такой большой, охереть. Ага, у нас много высоких мест в игре. Слушай, оттуда, типа... ...можешь посмотреть? Да, могу, вот, смотри. Смотри, как можно далеко смотреть в этой игре. Какая дистанция. Вон тот тавер, он вообще там километрах в 500. Ух ты, вспышка. Воспышка. А теперь это место ещё и отмечено на нашем охуительном геймпаде. Смотри, какое расстояние здесь. Ты и эту карту можешь приблизить? Ну да, как Google Maps, ёпта. Ух ты. Мир-то какой большой. Да мы его ещё весь не видели. Увеличивай. Ещё дальше. А как мы далеко отсюда до края карты? Ну, слушай, пешком это очень далеко. Ну, в любом случае, может быть нам, типа, дойти до туда, где мы метку поставили на карте? Ууу, а я боялся, что упадёшь, а мы, оказывается, лететь можем. Да, тут, типа, это очень важный элемент геймплея. Блядь, какое-то записное дерьмо, короче. Демка какая-то вообще, где просто, ну, типа, бегает этот линк и... Они делают вид, что играют, как Саша Спилберг, что ли, или что? Да, он говорит, что я, типа, не хочу врезаться в дерево, поэтому не трогаю геймпад. В общем, травка выглядит клёво. Лошадь выглядит клёво, игра 10 из 10. И можем даже менять положение камеры, крутить её вокруг героя. И даже стрелять, прыгая на лошади, что приводит всех зрителей в восторг. Никогда ещё не играл в игру, где можно стрелять из лука, прыгая на лошади, потому что... У меня-то нет Xbox'а с Red Dead Redemption. Вау, яблоки можно подбирать, есть деревья. Мы, видимо, недалеко от данжа, говорит он. И там какой-то монстр провалился сквозь землю. А звук железа говорит о том, что вы попали в цель и надамажили врага. И вообще, в таких ситуациях вы можете слезть с лошади, прыгнуть и стрелять. Ни хрена. Такое ощущение, что чувак, который переводит этих японцев на английский, он так же, как и я, действует. То есть, ничего не понимая. Просто озвучивая происходящее на экране. В общем, им ещё 5 минут скакать. И уверен ли ты, что мы это в следующем году релизнем? Да. А чё насчёт Старфокса, Миямото? Старфокс выйдет ещё раньше, чем Легендов Зельда. В общем, короче, нахер этих японцев. Imagine Dragons, ребят. Ждём Imagine Dragons. Я не думаю, что в России кому-то интересна Зельда для Wii U, которая... Выглядит как будто по карте Раста прыгает. Просто плохо нарисованный... Персонаж. Ни хрена на выведение камеры, крутить яблоки, подбирать, смотреть карту, стрелять на бегу, прыгать, бегать. Просто 10 из 10 невероятно. Ребят, ну мы-то не знаем, как развлекаются на Wii U. Может быть, там это действительно что-то новое. Ну, типа, это выглядело как стёб реально, типа. Они же не могут серьёзно это показывать. Спасибо, мистер Миямото и мистер Айнума за... Этот... Этот... Этот кусочек счастья, который нам... Вы подарили, показав новую Зельду. И музыка, это очень важно для серии Зельды. Так что сейчас нам... И Мэйджин Дрэгонс, видимо, слабают что-то из Зельды. А может и нет. Посмотрим. Может, просто новую песню сыграть. Не, видимо, всё-таки как парашу из Зельды. VR за Вариас не будет. Хе-хе-хе. И сгиб гитары жёлтой, я понимаю, нежно. Луна осколком неба пронзит тугую ввысь. Не дай бог, вот заблощат из этого говна. Так вот как выглядит пианист. Хе-хе-хе. Группы. И Мэйджин Дрэгонс. Переведи песню. Ну, типа... У-у-у-у. У-у-у-у-у-у. У-у-у-у. Наш эфир тоже подходит к концу месяца с церемонией. Спасибо всем, кто смотрел сегодня это шоу. Благодарю вас. Фальшивый гад. О, этот мотив даже я знаю. Ну, мы просто... Понимаете, мы в России, типа, не играем в Зельду. Для нас это не такая культовая игра, как для америкосов, которые на ней росли. Я, например, ни в одну игру серии Зельда не играл. На Денди я не играл в Зельду. На Супер Нинтендо у меня просто не было. Как и больше ни одной консоли от Нинтендо. Поэтому Зельда для меня это просто пустой звук. Игру года получил Dragon Age Inquisition. Это я на вопросы чата отвечаю. Горохов, блядь, из окна в Париже лучше лобал. Смешно, смешно. Ну, я даже не знаю, типа, блин. Судя по бликам, Джей Джей Амбрамс режиссирует это шоу. Я реально не знаю, стоит ли оставаться в эфире. Походу, это конец. А меня вообще не возбуждает эта бардовская самодеятельность. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, не этого мы ждали от Imagine Dragons. Не этого. Могли бы и Малинина позвать. Дешевле бы обошлось. Но в американском чате... I'm crying. I'm crying. How sad it is, my childhood in one song. My fuck. И так, дорогие друзья, заканчивается церемония вручения игровых наград этого года. И, подводя итоги, можем сказать, что были и приятные неожиданности. Но в основном... Ну, если из того, что выбиралось действительно составлять какой-то список фаворитов, то, наверное, самые заслуживающие игры получили свои призы. Недаром я всегда предугадывал, кто должен получить. В чем я обычно говорил, кто должен получить этот приз. Фавориты-то, возможно, у меня были и другие. То есть, я думал, что дадут какому-нибудь консольному говну, но при этом давали другой игре, которая, наверное, более заслуживала. Но при этом, все равно все эти проекты не такого высокого качества, чтобы прям тащиться. То есть, я даже ни одну из сегодняшних победивших сегодня игр не могу даже никому посоветовать покупать. Единственное то, что... Ну, я не видел этого. Я стрим чуть попозже завел, поэтому я не видел, как South Park удались. Но это было заслужено, как мне представляется. Так что... За них я больше всего рад. То, что... Блин. Интересно, правда, вот, Трей Парк получил пресс или нет. Я вот жалею только, что этого не видел. Что касается 2015 года и анонсов, которые мы увидели, я не заметил ничего интересного. Для себя, прямо скажем, никакой игровой революции, которая нам обещали с выходом консоли нового поколения, не случилась. Ну и плюс, так как все интересные игры более-менее выходят под конец года обычно, но как минимум после сентября, то сегодня мы увидели в основном анонсы всяких DLC-шек для игр, которые прямо в этом году выходили. Да, всякое дерьмо, которое выйдет в первой половине года. Так что... Так что... Посмотрим. Может быть, в конце следующего года действительно выйдут какие-нибудь охренительные игры. Но пока, конечно, ничего особенного. Ничего такого, что взорвало бы игровую индустрию, и что порвало бы наши жопы, как геймеров, я не убедил. Ну, а церемония была неплохой, стильной. Радует, что что-то подобное проводится. Может быть, и в Москве когда-нибудь пройдет какой-нибудь такой какой-нибудь ивент, а то все эти игромиры со школьниками уже откровенно достали и уже не возбуждают. Ну что ж. И Мэджин Дрэгонс, мы отработали свой гонорар. Вау. Говорит ведущий. Просто потрясающе. Спасибо, Кёнчи Кондо и Мэджин Дрэгонс. Ну и благодарности этому Конже, который нам подарил столько улыбок своим творчеством. Ну и обычные завершающиеся слова. Надеюсь, вам тоже понравилось то, как я для вас провел это шоу. Для всех 500 человек. Спасибо всем, кто пришел на мой стрим. Предпочтя его английскому. Извиняюсь, что опять-таки переводил не так четко. Не знаю, языка это трудно делать. Ну и спокойной ночи. А вам доброго утра. День начинается. Увидимся сегодня вечером в 9 часов. Какие титры, блять, как будто в этом. В мувимейкере сделаны. Ну все, ребят. Все, ребят. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok